А у нас снег пошел, вчера дождь был, позавчера вчера дождь был, сегодня снег пошел, видно? Наверное, видно. Сегодня прям прохладнилось в пятницу, было вообще прям так тепло, так было классно, а вчера вот уже холоднее, сегодня холоднее, думаю, зря я сняла зимнюю куртку рано еще. У меня мама, что ты как, не знаю, кто ходит в зимние куртки? Все уже перешли, это я замерзнуть боюсь, как-то, и в итоге замерзла, сегодня ходила сейчас в магазин, и вчера замерзла, блин. Ну вот, у нас снова зима, у нас где-то марта, середина, 15 марта у нас сегодня, и снова зима. Все опять в снегу, только-только все растаяло, появилась маленькая травка, почечки уже стали набухать, и нет, на, опять, опять зима. Ну что ж такое-то, а? Даже на ветках, смотрите, снег. Ну, я думаю, он растает уже завтра-послезавтра. Ролик, конечно, не знаю, как выйдет с опозданием, наверное. Ну, смотрите, зеленая травка. Солнышко у нас. А был снег буквально часа два назад. А уже даже асфальт сухой. И травушка. Как дождь выпал и растаял. Кстати, потеплее стало. С утра ходила в магазин, было очень холодно. Деревья тут такие красивые. Облака вдалеке синие-синие, такие темные, как будто с дождем. А здесь уже много травки, кстати. Удивительно, как она под снегом не померзла. Так радостно видеть травку. Какое небо, посмотрите. Здание. Вот туча. Сверху белая туча. Класс. Здесь вот еще снег пока что. Иди сюда. Скажи всем привет. С вами канал Artmania. Привет-привет, наши хорошие друзья. А, поверни, еще с другой стороной. Давай покажу. Да? Для чего нужна такая вешалка? С этой стороны у нас тряпочка вот висит. А тут мешочек. Да? На. Повесь ее. Дима везде попробовал. Решил туда вот на крючок. Да, Дима? Да? Всем привет. С вами канал Artmania. Давай распаковываем. Что тут скажи, мы распаковываете. Коробка представляющаяся мягкая. Как она мокрая какая-то. И что это у нас такое-то-то? Табуретка. Нет, не табуретка. Подожди. Это ведро. Давай, подожди, 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 Дим. Ой, тебе сразу надо. И тут есть такая штучка. Дим, давай коробку держи, я буду поднимать ведро. Ну, положи их пока там. Вон там их положи пока. Ты мокрое тоже. Коробку держи снизу. Снизу ее, не тут, Дим. А пойди вот так. Коробку держи с двух сторон. Вот так вот. Держишь? Давай. Опа. Опа, ведро. И все, ведро. Ведро. Подмокло немножко, да? Намокло. Вот ведро, да? Ведерко. Дим поместится в это ведро, да? Вот такое ведро мы купили. Баба нам купила ведро, да? Съездила на птичку и купила ведро нам. Выкинь их туда. Вот. Хорошее, большое, большое ведро для нашей новой ванной. Ну, все, все, не лази туда. Давай его поставим теперь. Давай поставим его, Дима. Куда мы его поставим? Где у нас ремонт сделали? Ремонт где сделали, Дима? Нет, не здесь, вот здесь. Вот здесь. Там стоит вон ведро. Ведро стоит у нас там. Да, его нужно убрать. Сейчас мешок мы убираем. Ведро тоже убираем. На, убирай. Ведро? Убираем. Нет, туда не надо его убирать, Дим. Зачем его туда убирать? Туда не надо его убирать. Нет, и не сюда. Мы его просто уберем. На балкон уберем мы его. А здесь мешочек. Складывай туда мешочек. Как был мешочек? Ну, не просто вот так, Дим. А как мы будем потом мусор выбрасывать? Ладно, мама служит. Открывай. Туалет не открой. Туалет не открой. Дима. Ладно, сейчас поставим. Провожу я ревизию морозильной камеры. Здесь у меня уже много заморозилось. Оно большим комом. Сейчас я немножко подожду. Она отморозится. Я все это достану. Наверное, отправлю на компот, скорее всего. Вот, посмотрим. Скорее всего, на компот, наверное. Вот. Тут сейчас тоже облепиху на компот отправлю. Здесь я сложила большой кучкой такой. Здесь тоже на компот все это. Виноград, вишенки там маленькие какие-то остатки. Какие-то вот такие вот маленькие мешочки. Вот. Хочу вот эту большую освободить. Для... Ну, чтобы она была пустая. Как бы это идет небольшая подготовка к коронавирусу. Хочу, чтобы у меня хоть что-то было подготовлено. Потому что, мало ли, не дай бог, не дай бог придет в наш город. Чтоб у нас уже все было. Чтоб мы не бегали по магазинам и не пытались его там зацепить. Вот. То есть у нас вот... Вот так я решила. На выходных, если у меня получится выйти в магазин, я пойду в магазин. Не знаю, там вместе с Женькой или я одна, скорее всего. Не знаю, там как получится. Вот. И хочу несколько ходок сделать. Купить муки побольше. Потому что я хлеб пеку сама. Вот. То есть муки. Ну, посмотрим, короче. Составлю я список. Чтоб у нас все было. Да, Дим? Вот так, не дай бог, придет, чтобы у нас уже было. Потому что я смотрю, у нас народ уже начинает покупать. Покупают маски, скупают. Даже аспираторные какие-то маски. И на улице я в окно сейчас выглянула. Уже люди с большими пакетами идут домой. Я думаю, значит, все, уже пора. Лучше пускай сейчас уже будет, чем потом ты будешь бегать искать. Вот. Короче, так вот. Сейчас это вот я все тут складываю. Здесь вот у меня тоже. Здесь у меня мясо. Я, наверное, его трогать пока что не буду. Оставлю, может быть. Дима. Здесь у меня рыба. Я, скорее всего, ее буду есть. Потому что на нее очень много. Это вот как раз кильку я покупала. Попробовать. Она мне не понравилась. Но я что-то не знаю. Не хочу ее есть. Она такая вонючая. Вот она вонючая. Не знаю, потом воняет раковина, кастрюля. Везде вонища от нее. Не знаю, что с ней буду делать. Так, тут у нас смасывается. Но это я положу в другую морозильную камеру. Так, это я тоже в другую. Здесь мой виноград, кефирчик. А потом буду пить. Потом. У нас уже снег давно сошел. Уже улица чистенькая. Сегодня, кстати, солнечная. Короче, мы садимся кушать с сыном. Здесь у меня килька. Очень люблю такую мелкую рыбку. Такая, которая жуется. Которую не надо отделять кости. Холодец, картошечка, салат. Я его еще не домешала. У сына тоже самое, только без кильки. Холодец я вчера делала. И тоже у него салат. Я ему такое не делаю. Потому что он не любит такое. Он любит просто кусочками брать и есть. И тут я ему сверху положила зелень. Думаю, интересно, он будет ее есть или нет. Потому что я не помню. Давно уже не делали салат. Вот. Так вот у нас. И компотики еще. Да, кстати, я сделала такой восхитительный компот. Сейчас вам покажу. Вот такой компот у меня. Но по вкусу гринтвейн. Вот не хватает вина и специи. Вот обалденно просто вкусный. Здесь вот мандарин у нас. Уже, как его, сок выдавленный. Вот. Он был такой уже жесткий. Мне муж его сок выдавил. Мы выпили. А этот я заморозила кожицу, кожурку. Вот. И где-то три штучки. Здесь три половинки. Облепиха. Виноград. И вот для чая. Вот здесь вот видно. Вот. И все. Да? А, малинки чуть-чуть там что-то. Какой-то. Да, вроде малину я вижу. Короче, вот такой. Но он обалденно вкусный. Такой терпкий немножко. И вот прям вот специи и вино добавить. Будет прям Гринтвейн. Обалденный просто. Мне очень понравился.